Тверские дворы с приходом весны местами превратились в сплошные пруды, преодолеть которые возможно, пожалуй, лишь вброд в резиновых сапогах. Кроме того, нередко под толщей талой воды скрываются неприятные сюрпризы для водителей в виде ям и ухабов. Зачастую причиной подтоплений является несвоевременная уборка снега на придомовых территориях. Куда жаловаться жителям многоэтажек, расскажет наш корреспондент. С приходом зимы двор многоэтажки на первом переулке вагонников Твери превратился в снежный лабиринт. А в марте, как только сугробы начали таять, в глубокие безмолвные озера, которые создают много проблем на пути. Выходя из подъезда дома, жильцы упираются вот в такой тупик в виде огромной глубокой лужи. Преодолеть это препятствие можно только в резиновых сапогах, либо длинными окольными путями, что многим ввиду возраста или же особенностей организма не под силу. Местная жительница Елена рассказывает, что из дома выходит пока только в резиновых сапогах. Ведь иначе даже к мусорным контейнерам не добраться. По-другому не пройти просто. Я, в принципе, очень часто хожу в сапогах, очень долго. Потому что если где-то или над окольными путями проходить, или резиновые сапоги, наше всё. По рассказам жильцов многоэтажки, снег всю зиму чистили на придомовой территории нерегулярно. Он копился, а потом, сменив своё агрегатное состояние, переместился в дорожные ямы. Городские власти жителям пообещали откачать воду. Но, сетуют граждане, ввоз и ныне там. Откачивали здесь лужи-то? Нет. Понятно, приезжал машина, наверное, качали там, на частные дома. А здесь нет. А управляющая компания как снег чистила? Так себе. Постоянно все машины застревали. Вы их вытягивали. Жильцы говорят, что пару дней назад кадры разлива этого придомового озера были ещё красочнее, чем сегодня. И так каждую весну и осень. В живописный водоём превратился и двор дома номер 10 по Санкт-Петербургскому шоссе. В этом случае обвинять коммунальщиков в равнодушии несправедливо. Здесь бравые бойцы с водной стихией долго и упорно сражались с ней при помощи лопат. То ли вода сама нашла выход, то ли метод оказался действенным. Но сегодня лужа уменьшилась в разы. Впрочем, такие водные пейзажи в конце марта – картина привычная для большинства тверских дворов. Основная причина – несвоевременная уборка снега. Борьба с ним и с лужами на придомовых территориях – задача управляющих компаний. На плохую работу УК можно и нужно жаловаться в отдел благоустройства районной администрации. Если проблема на муниципальной земле, то нужно писать обращение в администрацию. А бездействие обжаловать в прокуратуре в соответствии со статьей 10 федерального закона о прокуратуре. Главное, не нужно надеяться на авось и на чудо, а действовать. К новостям культуры.